Nothing can stop me, I'm all the way up Всем здравствуйте! Я приготовил для вас очень сладкий ролик, знаменательный для моего канала, потому что сегодня я представляю вам наших амбассаторов, наших новых членов команды, Nothing can stop me, I'm all the way up которые будут соревноваться между собой за 1 миллион рублей. У ребят будет 5 часов на выполнение задания. А что за задания? Я вам сейчас расскажу. Ну что вы, разы джентльмены, всех приветствуем, мы на канале Литвин, и сегодня хороший, хороший, приятный ролик, серьезный, где ребята, наши амбассадоры, первое наше видео, так что можно похлопать на самом деле. Сегодня будет competition, что в переводе соревнования, пацаны. Позади вас контейнеры. Я думаю, глупо отрицать, что там находится транспорт. В каждом из них 4 контейнера. Тачки, пацаны, серьезнейшие. Ну, то есть, калибр прям, ну, не последнего класса. Короче, в чем будет заключаться соревнование? Пацаны, не делятся на команды, каждый сам за себя, получается, 4 человека. Таилюха непосредственно, Славик, Равшан и Ахмед. Что они будут делать? По всей Москве я не знаю, сколько магазов. Много пятерочек в пределах МКАДа. В каждой пятерочке, а может быть и не в каждой, стоят, ну, банки продаются. У каждого из вас сейчас будет контейнер. Машина, которую вы оттуда вытащите, будет вашим транспортом, на котором вы поедете за этими банками. И кто больше банок привезет за определенное количество времени к своему контейнеру поставит, тот и выиграл. Можно приз в студию? Откуда где-нибудь, есть он? А, вот он. Без фанатизма, здесь миллион рублей, заберет тот, соответственно, кто привезет больше всего банок. Все, пацаны, скинулись. Давай, все, гоу. Просто цу-е-фа, да? Да. Да, без хуни всего. Цу-е-фа. О. Ты первый выбирай. Первый контейнер. Давай, сразу выбирай. Сразу. Что это? Там не машина, да? Почему тебе она досталась? На чем едем? Брат, мы на этой машине много сделали. Матис, да? Ёб твою мать, блядь. Наху я выиграл с уфа еще. Су-е-фа. Вот этот контейнер я выбираю. Ёбать! Можно смотреть? Честно, честно. О, шалей. Честно. Блядь, это то, что нужно, да? Да, да, да. Здесь тебе повезло. Давай первый контейнер. Блядь, мне не... Блядь, подожди. Блядь, брат. Блядь. Ты как подкурку выбрал? Что? Я хоть и наварка. Блядь, какой ужас. Ну ей пизда. Ну я ее уничтожу. Брат, что ты? Ну это механика. Я не умею на механике водить. Ты не сможешь поехать. Вообще нет. Блядь, она глохнет. Сука, она карбюраторная. Ебать, да ну ладно. Ты же хочешь собирать? Да, да, да. Смотрите, Илюха сказал, он не может на механике. У нас есть один вариант, который без механики. Мы позаботились об этом. Я знал, что Илюха не сможет на механике. Скорее всего. Вот он, брат, стоит. 12.30. Вот прямо сейчас. 12.30. Время пошло, пацаны. Только вдумайтесь. Кто-то из ребят за 5 часов может забрать 1 миллион рублей. Но это будет только один человек. Поэтому прямо сейчас опуститесь в комментарии и напишите, кто по-вашему победит. Три, два, один. Вы куда побежали? Беги, беги, уйти. Раньше с Жигули как было, знаешь? Одна сторона, вторая нахуй не нужна. Я пошел. Вставай, мешай, мешай. Мужи... Нет, нет. Пацаны, потихонечку начинают стартовать. Ляма у меня в руках. Я жду их здесь на локации. У них 5 часов, в 17.30 мы с ними здесь встречаемся. У кого будет стоять больше банок, соответственно, у контейнера, тот забирает миллион рублей. Вот я реально, прикиньте, стремаюсь говорить то, что, бля, лям. Когда-то лям, вот так будто, чтобы лям просто разыграть. Это просто нереальный приз был. Это все из-за подписчиков. Это вот начиная с китайца, понял? Когда их не устроил китаец, когда для них это было мало. И сейчас я думаю, бля, лям разыгрывал. А по сути, пацаны сражаются 5 часов, и за это они получают лям. Я бы, бля, зубами вырывал эту землю за этот миллион. Я бы, бля, спиздил бы все из всех пятерочек, эти энергетики. Лишь бы забрать этот лям. Я участвовал во многих таких видео. И самое главное, это планирование изначальное. Уважаю своих соперников, надеюсь, у них весь транспорт с дефектами. И они будут глохнуть постоянно. Так сказать, небольшой минус лимузина состоит в том, что нам на каждом повороте, нам нужно тратить время, чтобы в него попасть. Войти. Ну, хотя бы в комфорте просто время проведем. Резко, резко, идемте. Не теряем ни секунды. Первое, открываем счет. У меня достаточно простой план. Ну, что-то, блядь, мало, брат. Пиздец, сейчас. Пять штук, но это вообще. Подскажите, пожалуйста, у вас на складе случайно нет больше вот такого энергетического? Вот литен, рожей, вот любой вкус, да, любой вкус. Есть, конечно. Да, давайте. Смотрите, вам что надо, скажите? Вот это вам. Держите. А зачем? Кофе будете, пьете? Нет, ни в коем случае. Нет, нет, нормально. Что еще пьете, скажите? Я только это. Нет, нет, бабуля, нет. Это от меня. Что-нибудь еще нужно вам? Нет. Дети есть у вас? Внуки. Вот пару вот. Вот, смотрите. Нет, 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 нет. Вот это тоже, бабуля. Будете? В ни в коем случае не надо. Все нормально. Оставьте, оставьте, оставьте. Нет, 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 не возьму. Бабуля, это вам. Сфоткай. Ну это не серьезно, брат, это вообще. Здесь получается 32. Проходите, чисто минуту зиличная, пацана сфоткаешься. На, один литенердж тоже возьми, у тебя. Давай, давай, лиска, лиска. Прикинь, это одной баньки не хватит, если которую я отдал. Пятерочка, теплый стан, ебашим. Давай, саранча, делай. Немножко выпьем литенерджи, чтобы энергия была. Просто освежиться, блядь. Ой, блин, как здесь много. Резко, резко. Я уже понял, что слышный факт, что пацаны просто свою машину смогут полностью шпиговать. Не, я не уверен, что они смогут заполнить даже свои машины. Типа, это сложно, по-моему, найти вот именно по тем правилам, которые Миша сказал, это очень сложно найти. То есть, одно, знаешь, одно дело, если можно было всех друзей использовать там, на завод звонить, блядь. Давай, саранча, делай. Хорошо идет, саранча. Я думаю, к концу дня мы уже сможем в пятерочке работать здесь. А это 100 рублей одна банка? Да. Ой, бать этот день. Нет, просто это дешево как будто, нет? Ну, хорошая цена. Да, хорошая. Спасибо в карман, а шишки в более надежное место. Пошли. Родные, если вы смотрели все мои ролики, то прекрасно знаете, как я хорошо отношусь к серверу Majestic. Ребята за этот год сделали сумасшедший прорыв и стали лучшим СНГ-проектом в GTA 5. Вы только вдумайтесь, постоянные обновления, лучшая оптимизация среди других мультиплеерных серверов в GTA 5. И круглосуточный контент на 9 серверах проекта. В Majestic стабильно кипит реальная жизнь. Бандиты решают вопросы с полицией, врачи спасают людей, правительство пишет законы и даже простые ребята не сидят на месте. А самое что интересно, тебе совсем не обязательно сидеть и скучно зарабатывать на крутую тачку, потому что ее и сотни других наград ты можешь получить, выполняя игровые задания зимнего пропуска. А недавно на проекте стартовал зимний ивент. Поэтому заходи на Majestic и по классике вводи промокод Litwin, который даст тебе топовый бонус для хорошего старта к Новому году. Обнял. А где вход? Тут это справа. Видишь? Я не вижу. На складе можешь посмотреть на теннер? Есть у вас? Есть. Я вижу. Есть на теннер? Да. Брат, все, что есть, все берем. На складе звучит так, как будто там типа 5 фур, блядь. Все, что есть. Только одна, да? Все, берем с кайфом вообще. Брат, я уверен, что в масштабах именно вот такой розничной покупки в моменте, в магазине, одна палетка, это круто. Короче, я не исключаю вариант, что есть какое-то количество, по которому их завозят в магазин. Так как это начало, по-моему, продаж, может быть, это одна палета вот такая. Вот именно курьерские маршруты, по-моему, я раньше курьером работал только пешим, но кайф присутствует, по-моему, что мы вот так, типа, короткие дистанции гоняем. Никого нет из наших конкурентов? А им подскажете, а Lit Energy нет у вас? Можно прям урвать все, что есть? Это мы больше всего взяли, чем здесь. Вот еще там. Lit Energy? Вот стоит, да. Девочки, это мы золотую жилу нашли. Амарок, стар, поп, стар. Это за мешание новая тема, вот это, где он прыгает, павел. Здравствуйте, дамы и господа, леди и джентльмены. Я в городе. Я не случайно. Бля, похож, пиздец. А ну, сука, а ну, пойдем разбираться, бля. Мне даже интересно, сколько мы набрали здесь банок? 30, наверное. Ой, позор, как можно было, бля, Матис не отличить. Позор мне. Тебе тоже. А у Lit Energy нет в магазине? А никак не посмотреть, на склад не пришло. Ладно, невелика потеря. Илюха просто едет в лимузине, кидает крыжочки. Ты посмотри, у него, блядь, у него круче, чем дома у меня. Тут, 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 тут. Ну, короче, вот этот микрорайон мы полностью зачистим. Там уже по всем пятеркам звонят, говорят, что, внимание, завелся маньяк Lit Energy. Забирает по всем магазинам. Все, выскакивал, командир. Честно говоря, я уже устал, очень голодный, хочу есть. Но, в целом, вот такой азарт, понял, у меня такая энергия, тем более я Lit Energy выпил. Прям понял, я как, ты видел, как я банки собирал, я сам от себя ошалил. Так, взял, 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 закинул. Блядь, в такой потенциально, как будто, может быть, ну, а есть вообще гипермаркет пятерочка. Давай. Вот чтоб такие все пятерочки были, вообще идеально, блядь. И сразу в лимузин, лунная походка или вот этот. Слепбэк. Плюс 14, копилку. Ну, интересно, у нас в одних так? Так просто, да, пятерочка доехала. Следующая пятерочка, через 4 минуты, недалеко. Давай, ебища, блядь. Охуй, повыделим тебе, ебашу, блядь, Миша, платье. Так, а вот непонятно, есть или нет, знаешь. Грязючка, грязючка, брат, я сразу заметил. Запланированно так было. Да, все, что есть, все купил. Каждый из пацанов забирает из пятерочек примерно одинаковое количество банок, поэтому предугадать, кто победит, очень сложно. Но, может быть, кто-то из них придумает способ эффективнее скупать банки. Я уже начинаю нервничать. Я после этого на Мистер Олимпиус сразу, блядь, я понял, с этим пакетом подкачаюсь. Лит Энерджи, бодибилдер. А, ключи даже забыл, машину бикин. Охуеть. Интересуют поставки от 1000 банок. Мы снова улучшились, я ему уже заранее даю маршрут, чтобы он понимал, куда машину, в какую сторону выстроить. Короче, мы выбежали, оставили лимузин во дворах, потому что ему разворачиваться очень долго. И решили встретиться уже на точке. Сейчас Андрей вроде приедет. Помогаторы. Андрей! Ой, так сказал, очень странный день, я в погоне за лимузином. Почему ты меня позвал? Чего бы ты нам помог? Я думал, знаешь, ничего, за лайков, репостов. Наран. Нет, ничего. Непонятно тебе, да? Я чувствую эту машину, я уже понял, я сам как эта машина, габариты, все, вот этот момент у меня есть. Я даже шашки могу на ней поиграть, такие жесткие, намкать, понял, 120 ехать, и вот так, вот так. За что? За что? Перевернем? Слушай, если хозяин, барин, даст добро, я могу ее перевернуть. Но Миша, мне кажется, не сядет. Рядом со мной, чтобы я ее перевернул. Как думаешь, он сядет? Вполне вероятно. Мне кажется, что нет. Но если вы миллион лайков наберете, я его постараюсь уговорить. И мы купим буханку и перевернем. Так, опаздываю. У нас есть три часа. Один палет найти, блин. Один. Хотя бы сто банок, все, можно отдыхать. Если они поехали внутрь, в Москву, то они там охуеют по пробкам, двигаются долго с магазина до магазина. Я не буду кушать, мне похуй. Я, блядь, с голоду умру, но достану эти энергетики, блядь. Хуя, миллион кому дам. Миллион, ничего себе. Миллион, ты знаешь? Какой-то кофеечек где-то можно, да, похапнуть. Миша, а сделай, блядь, кофе уже свое. Потом столовую откроешь свою. Парикмахерскую свою. А потом на этой, Багамы, на сноуборде, на серфе кататься будешь. Говоришь, всем привет? Всем привет. О, здесь вообще... А, это второй этап. Похую. Погнали. Ничего страшного, если я порвал. Я просто, если принесу их, я выиграю миллион рублей. Да, у него самого. Еще есть? Дай, действительно, для победы. Не бойтесь. Амарок старт. Дело, что последние две точки, куда приезжаем, просто нет. Ну, это хороший знак, безусловно, конечно. В рамках нашего челленджа это не очень хороший знак. Опять ускорился, слышу, уверенность пропала. Ух ты, сучка, какая породистая, забористая тварь, блядь. Не было еще ни одного челленджа, где я выигрывал, блядь. Поэтому я делаю, но не рассчитываю, знаешь, чтобы потом не расстраиваться. Ну вот, видишь, вот, три ряда. Поехали сюда. А здесь тахометра нет? Вот что бесит, блядь. Обороты непонятные. А тебе прямо они нужны, бра. Не, я по оборотам только так работаю. У меня же погоняло было Славик оборотно. Вячеслав тахометру. Говорим сейчас так, я не знаю, кого бустер. И парень говорит, ты что, дура, блядь? Какой, нахуй, Матисс? Матисс и бустер, да, да, да. Он гель купил. А я, на самом деле, просто на видосовый вариант взял, сам все Матисс, блядь, урвал. Был сумасшедший, блядь, заряженный. 30 лошадиных сил, нахуй. И две ослиных, блядь. И три этих, блядь. И у блефарных силы, блядь. А потом просто, блядь, пятерочку залетел, влитэнерджи, блядь, эшкерри сделал. И такой, подхожу, такой, а на рук старых, пол старых. Устал, блядь. А, мы на ручнике все время ехали. Я думаю, что воняет. Блядь, брат. Это тормоза, ебать, стерлись, нахуй, в ноль просто. Быстрый, блядь, быстрый. Короче, здесь есть холодный. Разливай бокал, ловица, но еще десятки. Профортова, Андрей. Андрюха! Тихо. Нам теперь вот это придется купить. Хотя не особо. Долго. Страшно, девушка. Миллион рублей на кону. Быстрее, пойдем. Блядь. Блядь. Ну, в принципе, блядь, нормальный лут. Я думал, блядь, вот. К Литвину на ролик попаду. Буду чилить. Выгру какую-нибудь машину. Пиздец. Короче, я придумал интересную штуку. Прямо сейчас я еду в центр Москвы для того, чтобы оставить клад для одного из ребят. Кто первый до него доберется, тот заберет этот клад. Что сегодня клад для наших пацанов? Это, соответственно, количество банок. Это сами банки, по сути. Я закину точку и напишу, что банок находится конкретно здесь. Ой, ой, ой. И вот на следующую пятерочку. Я записываю там. Погнали. Вспомнишь, денег должен был мне? Хорошо, брат. Скажите, а нет у вас Elite Energy, энергетика? По 24. По 24? Да. Берем. Просто я конченным хуесосом буду самым обосранным, обконченным, долбоебом, если никто из них не спрашивал про склад. Я просто не поверю. Если так, просто все, хуесос мою погонял. Лучше мало, но много, чем много, но мало, брат. Ты все понял? Хорошо. Походу, все купили. Итого, 684 магазин, пятерочка. Все, что в салоне, все наше. Пацаны, короче, тут такая ситуация. Смотрите. Отель «Метрополь», видите? Это в центре Москвы находится. Тут еще цумик рядом, но это как ориентир. По счастливой случайности здесь оказалось 50 банок репетерджи. Не знаю, приедете вы, надо вам, а не надо тратить на это время. Но, тем не менее, 50 банок я здесь. Не-не-не, мне эти 50 банок не нужны. Себе забирайте. У меня тут своя тема уже. И за 50 банок в центр ехать. Я здесь 3 минуты от одной до другой пятерочки оттуда забираю по 30, 40, 50, 60 банок. Я что-то слабо верю на самом деле Ахмеду, как будто замануху он какую-то там говорит. Но раз так, тогда хорошо, тогда ставка удваивается, пацаны. 100 банок. 100 банок нужно нам в центр ехать? Лучше 3-4 пятерочки обойти и 100 банок даже? Нет, в центр сразу Ахмеда. Какой нахуй 100 банок в центре, блядь? Я 10 банок только за 3 часа собрал, блядь. Давай, сбавляй ставку, нахуй. Убирай, пусть хотя бы 50 будет. Я, конечно, не экономист, блядь. Как это называется? Девальвация, блядь. Какая-то вагинация. Ты, короче, создаешь вагинацию экономическую. Если 100 банок вот так отдаешь. А если 50, нормально еще. Научь поп-канал, ебать, Михаил Литвин. Короче, нас с другоном интересует вот такая проблема. А что с этими банками потом будет? Да, там работаем. Сука, блядь. Хай, Норджу! Поехали, блядь. Так, сейчас ситуация такая. Осталось мало времени. Теперь мы максимально просто включим турбо-режим. Максимально быстро, максимально количество банок купим. И создадим все причины, чтобы стать победителями в этом ролике. Правильно я говорю? Смотри, на счет 3. Включаем турбо-режим. И все, у нас уже ничего не должно останавливать. Понял уже? Раз, два, три. Мой блинбоком она пошла. Видел, да? Да, да. 19 штук. Не, да, должно быть много прям. 15, не, должно быть на складе. 100%. Мальчик, на, держи, я у тебя очередь покупаю. 5 бумаг перепало, пацану. 5 бумаг – это 500 рублей. Есть контакт. Все четверо набрали хороший темп. Пацаны забирали примерно по 20-30 банок с одного магазина. Но удача сопутствовала им не всегда. Короче, да, могут быть такие ситуации, то, что они могут быть на складе, но где-то вдалеке они просто физически не могут это сделать без оборудования. Пизда. А не подскажите, или ТНР же есть у вас? Ну, конечно. Или ТНР же вообще нет, даже на складе? Нет. Нигде нет, да, прям. Нет, да, ну нахуй. Не верю. Нет, не верю. Ну, может быть. Прошло уже 3 часа с момента того, как ребята стартанули с локации, и я не звонил, не спрашивал, сколько, у кого банок. Я просто знаю, что каждый из ребят на страшнейшем просто заряде. Да, 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 берем, все. Я извиняюсь, можно у вас очередь выкупить? Не, 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 девушка. Я очередь занял вашу, все. Это вам. Жопа начинает гореть очень сильно. Это райончик. Да, это длинная. Да, прям вообще, вот все, что есть. Сейчас я напишу им в чат, просто узнаю, вот как вы думаете, кто выиграет. Больше никто не прочитал сообщение, я думаю, там слышишь, да вообще не до сообщений сейчас пацанам. Как будто, знаешь, думаешь, Ахмет, но Иксайл такой хитрющий. Может быть, он что-то намутил, что-нибудь придумал, не знаю. Вот, 24 этажа, видишь, дом? Это легендарнейший дом. Они когда его строили, даже подозревать не могли, насколько он станет легендарным. Там на тот момент жила восходящая звезда, брат. Дай бог мирового ютуба. Это ведь в вашей ютубе? Ну, меня, наверное, Миша звать. Друзья, всем привет. Вас тысяча на канале. Гироскутер именно оттуда летел. Да. Вот с этого сейчас у нас полетит, блядь, гироскутер. Каждый раз, брат, ровно 9-10 минут я шел от этого дома вот и по этой аллейке. Шел до метро проспект Вернадского, ехал, садился на метро, ехал до станции спортивной, выходил оттуда и шел в школу. Так это все просто недавно было. И так поменялись события. И так скучаешь по тем временам. Мы подбежались, встретились с Саню. Сейчас ждем лимузин и будем трогаться в следующих. Лимузин? Да, блядь, я на лимузине. Это вот единственное наше усложнение. Саня в команду, а Саню Параде еще так и победа. Нам надо найти лимузин, кинуть три бумаги на бензин. Брат, Лид Энерджи не подскажешь где? Ой, извиняюсь, где уже? А, а что-то черт-то прекрасно, понятно, с криком. Извините. Пожалуйста, я тебе скажу. Лид Энерджи. Пожалуйста. Пойдем, попекаем. Вместе, вместе считайте. Ничего не надо, оплачь, можете идти. Все, и в путь. Фуууу, начинается сама жопа. Все, да, мы закупили. Это был наш последний магазин. Я не знаю, сколько у нас в сумме, потому что это подсчитать было супертяжело. Едем обратно. Я сейчас просто боюсь опоздать. Очень интересно, бля, очень интересно. Что там вообще? Я переживаю, что, мне кажется, Ахмед много собрал. Рассчитываю на победу. Было бы приятно, да. Потому что я очень сильно постарался. Бабуля, давайте я за вас оплачу. Мы вообще не отдыхали. Все это время работали. Не перекусили, ничего. Просто вот пять часов без остановок ехали по пятерочкам и покупали Лид Энерджи. Я все еще не рассчитываю на победу. Ну, хотя бы не последний, не буквально. Сейчас лишь 4 минуты. У меня, знаешь, начинает это. Сердечко немножко. Интересно. Прямо, да. Считанные минуты отделяют ребят от момента подведения итогов. Каждый из них думает, что он собрал наибольшее количество банок. По крайней мере, верит в это. И если вы еще не написали в комментариях, кто, по-вашему, заберет сегодня лям, то самое время опуститься в комментарии и сделать это. Ну что, ребята, пацаны подъехали. Будем сейчас по одному подъезжать и вываливать всю продукцию, которую у вас удалось выкупить в пятерочке. Я хочу, чтобы вы сейчас снова скинулись. Кто выберет какой контейнер? Потому что в одном из контейнеров сейчас лежит 50 банок. Мы как бы старались, работали, все эти моменты делали, да. А теперь уже идет то, что не от тебя зависит, а наугад, понял? А мы же работали, мы же там, ну, хотя бы старались. Давай символическую десятку, типа, если ты хочешь вот это. Да, 10 банок, я согласен. Давай, да, будет прикольно, если 10 банок зарешат. А 50 это уже прям, типа, нормально. Может, 15. Плюс 15 банок, скидывайтесь. Цу, е, фа. Блядь, да как нах... Ты последний. Цу, е, фа. Рафшик идет, все. Какой, какой контейнер открываешь? А, еще выбор. Блядь, да ну да. Нет! Выбирай контейнер. Только в одном контейнере банки. Крайняя. Открываем? Да. Точно его, брат? Да, брат. Может, поменяешь? Пока есть время. Да неет! Ну что, заезжает Рафшан, сейчас мы узнаем, сколько у него удалось банок взять. Ай, красавец. Твое предположение, сколько у него? 293! Че, ты переживаешь? Короче, у Рафшана 254 банки. Записываем в его результат. Это, учитывая, брат, призовые тоже, да? Да. Ахмед выгружает свою буханочку. Сейчас будем считать его. По пакетам всегда плотно, кажется. Когда ты начинаешь банки уже выставлять? 275 банок у Ахмеда в Энглбе. Я еще кое-что хочу сказать, но скажу в конце. Сюрприз будет. Разгружай телегу, блядь! Тяжелая артиллерия, блядь. Смотри, ты целый, да? Палеты нашел где-то. 15 штук, пацаны, привезли. Мы перфекционисты, блядь, а похуй на количество. Мы искали чисто кубики, блядь. Если палеты не было, нахуй сразу. Вот у Равшана 239 без дополнительных 15. По сути, по сути, да. Он всего на две банки купил больше тебя. Равшан, второе место. Славик, третье место. И первое место Ахмед в Энглбе сейчас. И у нас остается последний человек, Илюха. Че скажешь сам вот просто людям? Дай надежду. Есть шанс на тебя надеяться или нет? Ну вот у меня точно больше 300, 100%. То есть интрига живет. Или походу умерла, блядь. Погоди, по-моему, живет интрига. Да, он выиграет. Кто хуй там плавал, блядь? Я думал, он выиграет. Да вы гоните, блядь, он выиграет. У него дохуя у меня точно больше, чем у меня и у Равшана, блядь, но... Я еще кое-что хочу сказать, но скажу в конце. Сюрприз будет. Мы не все вытащили. Реально? Че у вас там еще? Да ну нахуй, блядь. А вот теперь стало грустно. Да ну нахуй, Миша. Давайте сразу считать тогда. Блядь, ну я не верю. Блядь. Да ну нахуй, как? Блядь, вы еще столько же вывалили. Братуха, ты что думал, мы шутки шутим, что ли, здесь с тобой? Ебать, а у него какой-то доступ на завод, что ли, блядь? Пацаны негодуют, не понимают, ты где их столько взял, брат? Слушай, у нас все снято. Не, вопросов нету сильно. Да, удивил, брат, удивил очень сильно. И ты считаешь, что из пацанов никто больше не привез? Я не могу так? Уже и я, блядь, считаю, я уже уверен, блядь. Что по кайфу можно? У тебя меньше думаешь? Нет, меньше. На сколько, пару банок? Пару тысяч, блядь, банок. Каких пару банок нахуй? Это пиздец вообще. Я такого количества, блядь, вообще не видел. У нас сейчас два лидера. В стопке Илюхи Иксайла ровно 341 банка. Вот тут мы посчитали изначальный ряд, пока Ахмед не вышел сюрпризом. Было 275. Но вот еще есть задний рядок здесь. Перформанс, который изменил всю судьбу вообще, да, всего. И обогнал, я бы не сказал, что намного, 397 банок всего. Я вот ездил реально на протяжении всего ролика. Я говорил, ну, типа, мы просто с оператором общались, он говорит, как думаешь, что выиграет? Я говорю, блин, на этой буханке Ахмед, когда начал уезжать, я уже как будто все понял в моменте, когда ты просто вот этого дал джазу. Так, можно я кое-что скажу, прежде чем ты там завершение сделаешь? Это не все банки, нахуй. Сейчас, ебать, самосвал подъедет сейчас. В буханке был водитель. Он говорит, я с тобой. Короче, такая командная работа была в целом. И поэтому я бы хотел немножко с ними поделиться, понял? 50. Оператору. Держи. Полтинник. Где водитель? Вот, это тебе. Спасибо тебе большое. И также у меня вот друг есть, Сираж его зовут. С ним тоже хотел бы так же поделиться. Сираж, идем сюда. Идем до сюда. 50. Он тоже очень сильно помог. Ну все, остальное, я думаю, оставлю себе засунуть. Вообще, я не против лично. Ты не против, если ты не против, все. Я больше всего рад вот этому кейсу. Играй, брат, кейс и в Махачкалу. Мы тебя поздравляем, брат. Спасибо. Хотел бы объявить одну вообще такую тему. Четыре участника есть сейчас? Ахмед, Славик, Илюха, Равшан. Один балл сейчас забрал Ахмед. Дальше будет только интереснее. Я так для зрителей, для вас интрижку закинул. Когда-то. Будет финальный конкурс, где кто-то из вас заберет банку, пацаны, стоимостью 10 миллионов рублей. Сегодня, я считаю, на нашем канале, каждый в своей отрасли, это лучшие боевые единицы нашего контента. И я пацанам, когда говорил, что, пацаны, я хочу с вами сотрудничать, я говорил то, что я заинтересован только в лучших и самых веселых, самых интересных персонажах нашего Ютуба. И сегодня эти люди стоят рядом со мной. Поэтому, пацаны, вам огромное спасибо, что вы сегодня посодействовали, поучаствовали и сделали грамотный контент для нашей аудитории. Давайте похлопаем. Потому что сегодня была проделана реально сильная работа. По завершению ролика я бы вам хотел напомнить об одной вещи, то, что эту машину может забрать один из моих подписчиков. По сути, это самая дорогая моя машина, как, наверное, дорогая в плане ментальном, потому что никогда я не ловил такого кайфа от машины, именно как от этой. Короче, будет 100 победителей, которые получат всю самую топовую технику электроники. Короче, там общий, блядь, призовой фонд примерно на 30 миллионов рублей. Это самый масштабный за всю мою историю канала, инстаграма, телеграма, за всю вообще мою историю ведения соцсетей розыгрыш. Машина, которую вы можете день в день продать за 18 миллионов и сразу купить себе квартиру в Москве. Можно вообще однушку в Москве взять и однушку в Дубае взять. Сразу две хаты можно взять. Ну что, ребята, ставки повышаются. Мы докидываем еще 50 призов эполовской техники. Теперь 100 победителей. Родный 100 победителей – это очень серьезная цифра. Но учтите, что время становится с каждым разом все меньше и меньше. Поэтому самое время зайти в пятерочку, забрать баночку и зарегистрировать чек. Все подробности на сайте LitNRG. Быстро подытожим. Тачку хотите, идете в пятерочку, покупаете. По сути, то же самое соревнование, как у ребят было. Сейчас начинается между вами. Все нужно делать на скорость, потому что сейчас уже, блядь, все пятерочки, ну, уже разбирают. Определенное количество банок туда отгружено. Поэтому, ну, ваша задача только успеть. Все, всех обнял. Лям, пальцы вверх. Это такая серьезная очень планка. И мы будем продолжать вас удивлять. Все, всех обнял. Субтитры создавал DimaTorzok